Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас провожу идентификацию козулок, всяких разных сортов, номеров. И хочу с вами поделиться, показать вам. Потому что многих интересует этот сорт. Сорт этот тоже иностранец. Конечно, это редкий коллекционный сорт для нашего региона. У нас вообще никто не слышал из моих соседей. Для нашего региона это вообще диковинка. И многие меня просили, когда я буду их рассматривать, показывать, рассказать немного о них. И вот смотрите, я зашла в интернет. Конечно, все козулы, которые я вырастила, я сравниваю с пачкой, в которых мне прислали. Вот из-за границы эти семена. И с информацией в интернете. Ну, слава богу, все мои козулы сошлись и с описаниями в интернете, и с фотографиями вот этих вот. Вообще, хочу сказать, где-то на сайтах указано, что это производство в Бельгии. Сорт, ну вообще, это сорт польский. Сорт Анны Янковский. Очень знаменитый во всем мире сорт. Но не сорт, а это серия козулы. Они разные. У них у всех одно наименование, но они под разными номерами. Например, 138, вот у меня 125, 25, 41. Я сейчас вам мельком покажу их. Если честно, мне даже сейчас нет времени вот каждый сорт описывать. Буду делать описание и дегустацию чуть позже. Мне сейчас самое главное справиться вот с этой массой урожая, чтобы собрать с них семена. Вот сейчас собирали мы, кстати, видите, нечаянно дырочку друг об друга они проткнули. Этот томат уже не может даже до завтра храниться. У нас жара 30 с лишним градусов, у нас все засыхает. Томаты переспевают, и он может загнить. Вот сегодня мне нужно за весь день выбрать все козулы и все те томаты, которые поспели. Сразу хочу сказать о заказах семян и о рассылке ответов. Когда я принимала заявки, я говорила, что нужно ждать моего ответа с номером 7 или 10 дней. Но так как у нас уже очень много умных заказчиков, которые много лет у меня выписывают семена, они знают, что надо прям в первый день, в первый час отправить. В этом году мне не удалось даже за 10 дней всем разослать ответы. Видят люди, что ответы идут понемножку, потихоньку. Но я не могу ответить всем своим заказчикам даже еще за 1 августа, потому что в этом году получился парадокс. Почти все заявки пришли не только в первый день, но и в первый час, и даже в первые минуты. И когда мне один мужчина, он, вероятно, первый раз заказал, он мне написал, как это может быть. Я через 7 минут после начала приема заявок написал, и уже не в первые сотни. А вот так в этом году произошло. В первые 10-15 минут почти все заявки пришли. От тех, кто уже знает, как это делать, которые стараются в первых числах, ну, в первые сотни попасть. Так что, извиняясь, вот эти 10 дней, наверное, растянутся, и не 14, и на 15. По мере сил я отвечаю. И я хочу успокоить всех, кто... Вчера прочитала письмо от одной опять заказчицы. Я за 8 дней отслала вам 4 письма, целых 4 письма. Вы ни на одно не ответили. Ну, вы понимаете, хоть это и грубо, может быть, звучит, но вы хоть 4, хоть 44 письма напишите. Если ваши письма пришли после тех вот первых, которые в первых числах, я пока до них дойду. Все ваши письма эти складываются у меня на почте. Создают просто еще большую пробку, и страница уже слабо загружается, все это проблема. Но ничего, все это я все разгребу, конечно. Просто не надо писать 5, 6, 7 раз. Вы понимаете, что я открываю их все по очереди. Вот если человек оплатил в 8 утра, а прислал заявку в 11, то свой номер он получит не скоро. Но номер его все равно будет очередь в первых числах. Успокойтесь, все, кто оплатил. У вас всех уже есть очередь. Просто сообщить о ней так быстро я не могу. Вы видите, что все это совмещается с заготовкой семян, все это совмещается со сбором урожая. Ничего страшного, так происходит каждый год. И все, вот я читала комментарии под видео у одной зрительницы, она сказала, я в прошлом году также первого заказала, а получила 21 августа только номер. Ничего страшного. Если у вас есть оплата, у вас, значит, есть очередь, вы можете спокойно сидеть и ждать. Еще август, еще сентябрь. Можно смотреть видеообзоры, можно выбирать, можно спокойно составлять список по одному наименованию. Нам торопиться некуда. Рассылка начнется только в конце октября. Пожалуйста, не забрасывайте меня письмами. Я работаю, я не сижу на месте. Начинаем про козулу. Вот смотрите, они все немножко похожи. И несколько сортов, которые даже сложно их различить. Вот смотрите, например, козула 138. Вот козула 138. Вот выглядит вот так. А козула 125, они даже вот на картиночках, они даже на картиночках выглядят одинаково. Если бы их не разделять, не подписывать, то я бы, возможно, их и не различила. Это так же, как вот сорта, например, полосатый шоколад, странная вещь девушки. Там еще какой-то есть сорт. Вот, например, я просто привожу к примеру очень похожие. И описание, конечно, я читаю в интернете. В интернете номер 138 написано. Так, сейчас посмотрю, выписала я 138 или нет, да. Написано. Малиновая зебра. Малиновая зебра. Среднерослый, среднеспелый плоды сердца. Сейчас скажу. Огромный урожай, выровненное, округлое, красное. Вот так вот. Описание в интернете тоже не очень щедрое о этих сортах. Но я сейчас, вот сейчас основной урожай схлынет. Вот самые первые. Видите, вот мы сегодня собрали несколько ведер этих козул. Проблема только для производителя семян в том, что, конечно, они малосеменные. Про некоторые пишут, что в них почти вообще нет семян. Но пишут, что очень вкусные, хорошие. И именно потому, что их все люди, заказчики, ну, мои зрители хвалили. Поэтому я решила их развести. А вот есть козула номер 25. Совсем другая. Она совсем зеленая. И кажется, что она неспелая. Но если мы ее потрогаем, смотрите. Она прям мягкая. Она вся такая. Я ее тоже потом в конце, конечно, покажу. Это козула 25. Мне сейчас главное сравнить описание, сравнить внешний вид. И подтвердить для себя самой, что эти сорта у меня именно те, которые я ожидаю. И тогда уже я могу их внести смело в каталог. Выставить описание. Вот смотрите, если эти немножко похожи, то козула 156 совсем другая. Но мне самое главное, что как на фото, так и на самом деле они все одинаковые. Вот новые сорта тут же лежат. 498 корейский длинноплодный. Вот этот гигант 392 тоже, про которого еще не знаю описание. Все это сейчас я в течение августа-сентября все вам буду проводить дегустации. Буду описывать. Не волнуйтесь, кто заказал семена. Ждите, смотрите. Выбирайте. По техническим причинам много видео выгружать не могу. Поэтому записанные сегодня могут загрузиться только через 2 или через 3 дня. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok